вот вроде да окей сейчас я сделаю демонстрацию окей всем видно я вот здесь ах вот этот агам пируш а подожди к чудесного листа сделать поменьше мы продолжаем чтение к недельному разделу шмот у нас остался по моему последний абзац который мы дочитали прошлый раз сейчас я себе еще указку сделаю и можно начать окей все другому пониже чуть-чуть они пониже да там чуть повыше вот 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 это вот нет чуть-чуть даже еще чуть-чуть пару строчек вот 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 этот агам пируш я карзе так а мы дам мы дамам и дамы мы дамы 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 я представляю Хорошо. Так, вот это интересно. Даже, но, так же, я как, дорогой? В смысле, в дорогой смысле важные цены. Этот ценный комментарий, который сравнивает Египет с этим колючим кустом, да, только, ну, если дословно, то мэдамэ – это представляющий. Представляющий. Сравнивающий было маршвэ, а здесь мэдамэ – от слова домэ. Домэ – это похоже, правильно? Уподобляющий. Правильно, во-во-во, уподобляющий. Хорошо, уподобляющий, Египет к колючему кусту. Правильно. Шэлла Кабалут труден для восприятия, для принятия. Ну, трудно для принятия его дословно, да. Труден для его принятия. Как простой смысл. Ну, да, как пшат микра, да. Как пшат шель микра, простой смысл в Писании. Видите, шейгарай, видите. Как написанное, свидетельствует об этом кусте. Ну, да, к этому, в данном случае, тоже, я думаю, как Писание. Писание или Тора сама свидетельствует, что свидетельствует. Свидетельствует о кусте. Ва сне и нену ухаль. То есть пусто не съедает, не сгорает. Ну, да. Ну, да. Мы в прошлый раз вроде остановились на том, что ухаль это не кончается, а не сжирается. Сжирается, не съедается, да. Ну, да, потому что если он кацани, кацани, в смысле, что он колючий, царапающий, представляющий египетское рабство, как такое же колючий, там даже было, что вот это вот сне, что я вспоминаю, да, что настолько колючий, что там ни одна птица, которая там в него залетает, не может оттуда выбросить. Редкая птица, да, редкая птица. Да, 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 не пораненная. А здесь как бы коту сам пишет, что он не сжирает, то есть как бы... Слушай, он такой вечный, получается. Ну, да, то есть как бы болезненно, но, тем не менее, непонятно. Да, ну, там, да, там речь, в общем, о том, идет во всем статье о том, что обозначает вот этот символ сгорания. Да, 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 правильно. Я думаю, что вообще что-то такое. Так, Ваш Моше. Так, Тамэ, Томэ, наверное. Тамэ, правильно, да. Хазиюн, Хазиюн. Хазиюн. Хазиюн, Мухлазе, ВМР. И даже Моше, как бы, удивится, удивляется этому видению, зрелищу. Удивно. Ну, в общем, видение. На современном, вы видите Хазиюн, называется Хазиюн, Оркулин, например. Это то, что по-русски переводится, скажем, мультимедийное представление. Азиюн, Оркулин, Оркулин, Оркулин. Азиюн, Оркулин, Оркулин, Оркулин. Представлять. И Кузэм Дина, например, тот, который предвидел. То есть это то, что видится глазами, но в смысле не только физическом, а в смысле то, что глаза видят, и это рождает какой-то опыт. Окей? Да, значит, ну, как бы, подивился этому дивному зрелищу. Ну, да. Так, Асурана, ВРЭ, это МарЭ, Агаду Ляде, Маду Ало, Ив Ар Асте. Ну, да. В переводе как «Подойду-ка я и посмотрю» на как бы удивительное или великое зрелище. Да, да. Почему же не сгорает куст? Ну, да, наверное, так, да. Асуранчик говорит, ну, да, горит, сгорает. Ало, Ив Ар, ну, как бы не горит, почему не горит? Горит, наверное, да. Окей. Вымасне, эйнену, эле, машаль, немецыргаем, мапешер, амасар. Так. Не-не, месер, месер, месер. Месер – это месочный еврей. Ну, я поняла, да. Есть ли курс, ничто иное, как образ, пример образ Египта, почему же мапешера месер? В чем же смысл этого меседжа? Аим мавакеш акатуф лавасерлану шилу ехла шабуд мецраем адулам. Разве не требует, не просит писания, не сообщает нам писание, что не будет это рабство египетское продолжаться вечно. Ну да, то есть, но вот как бы интонационно это, а не сообщает ли нам? Ну, не сообщает ли нам. А, ну, мавакеш как бы не требует. Аим мавакеш не хочет, не сообщит нам. Разве не сообщает нам? Ну, вот это вот ехла, это здесь вот специально поставлена точка, да, для того, чтобы здесь это опять, вот это все время очень похоже, с аллофом это пожирается, а без аллофа это кончается, в смысле, заканчивается. ехла, что оно не закончится, то есть мысль... Ну, то есть оно вечное, грубо говоря, оно не кончается. Что оно не... Что вкус горит и не кончается, а если вкус это рабство, то получается, что вкус не горит и не кончается, то тогда и рабство не кончается. Так, как бы такая логика. Так, а сфорно? Анукат, нукат, бутеруши, анукат, бутеруши, и, значит, сфорно, получается, как это... как это устремился или принял... Нукат, в смысле, который... Нукат, это человек, который придерживается мнения, да, в случае, который... А, принял, ну хорошо, принял мнение или придерживается мнение. в смысле, это... Гуфа Гуфе, Тмиато Шель Моше, Асурана ВРЭ, Эдбонен ВРЭ, Маду Алоев Арасне, Ламалу Ихлу Амитрим, Митраем, Беров Махотам. Так, значит, сформа придерживается мнение, меткаши в БК, которые сложно как бы затруднить. Ну, вот это вот меткаше, я думаю, имеет отношение к сформу, то есть сформу, который придерживается этого объяснения, он затрудняется в чем? Ну, в общем, БХН затрудняется с этим или с ним, с этим, и Мэсик это как-то приходит к выводу. Ну да, то есть он затрудняется, в смысле затрудняется объяснить и приходит к выводу о чем? Что, как это сказать? Шахэн зой гуфат миатоши муше. Что, чему удивляется Машель и чему удивился? Что это, просто дословно, шахэн, что это, действительно, гуфа это именно оно и есть. Да, что это суть удивления Машель. То есть чему Машель удивляется? Подойду и посмотрю. Ну, как бы, вгляжусь от Бонена, как смотрюсь или вгляжусь и увижу. Почему не горит куст? Так, почему же не, как это, Ехлу, не выдержали, не устояли египтяне во многих? Я думаю, почему не кончают Египет от многочисленных казней. Ну да, то есть если куст это Египет, а приходят на них камни, то почему куст не кончается, то есть Египет не кончается от множества этих казней. Так, как же далеки эти слова от простого смысла написано. Ну да, то есть Рамханан подошел к тому, что он сказал, что вот эти классические комментарии, они нам не объясняют, это не пшат. Все равно это невозможно как по пшату понять. В конце, как бы, такая фраза, которая, ну, типа вздыхает и говорит, да, но как же все это далеко от нормального простого пшата, в котором все логически должно соединяться. Окей? Так, теперь у нас Тимофей или кто у нас должен дальше быть? Аслан у меня. Аслан или Тимофей кто? Окей. Слышно, да? Да, конечно. Да, да, слышно, слышно. Вехая, велиби, кеэш, берут. Буэрот. Буэрот. И было в сердце моем, как огонь в колодце? Буэрот. Не, Бэр, Бэр, я забыл, Бэр через Аля. А Буэр, это горячий. И здесь Вафф, я думаю, это переворачивающе. То есть, и будет в моем сердце, как огонь горячий. Ага, окей. Ямим Рабим, Миткашити. Миткашити, правильно, да. Бехавнет. Бегаванат. Бегаванат Машаль Асне. Замечательно. Много дней. Да. Буду страдать, да? Откажите от слова каше. То есть, откажите, это я... Тяжело будет. Мне было тяжело, или я усложнялся, да, словно. Потому что не с этим усложнялся. Многие дни я никак не мог понять, чего. Нет, почему бы? Затруднялся. Я затруднялся. Да, правда, затруднялся. Понимание. Понимание. Затруднялся. Причу куста. Правильно. Затруднялся в понимании притча куста. Замечательно. Вехазе ба. Ине, ине. Ибейне. А, вехине. Вехине ба. Пасу кэхат. Бенвуот. Ермияу. Бенвуат Ермияу. Ермияу. Веаир. Да. Эт Фейни. Эт Инай, да. Так. И вот приходит. Такой Азин Пасук. Да. Откуда? На Влад Ермияу. Пророчество Ермияу. И освещает. Ну и просвещает меня. Мои глаза. Да, правильно. Ну, это немножко такой высокий стиль. Приходит Пасук. Конечно, он никуда не приходит. В смысле, ногами. А смотришь, вот я вот увидел. Я увидел Пасук. Стих из пророка Ермияу. В Ир-Эт Инай. Просветил мои глаза. Ну, вот я как бы понял. Окей? Бесефер Ермияу. Да. Беперек. Кафют. Нет, каф. Это апостраф. Просто 20. Пашкор бен Имар. в неймар да ал 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 у в рега шел холеш хуша хуша слабость хуша мебакэш ху лихавуш лихбош лихбош это коль навиот навод да азоим азам азам гневные яростные шешем шешам ну вот это вот то как бы по смыслу потому что это может быть и шешет и как угодно но здесь по смыслу понятно что это шешам то есть это второй шин это не шин а син шешам шешам ашэм бифив виху зоэк правильно калифи клапей 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 шамаем замечательно и в книге Ермияу в перике двадцатом да мэтуарим это описывается правильно лэтар это описывается но здесь страдательный залог поэтому это не описывать а описываются кто описывается ну страдания правильно пророка да пославшего да я думаю о мушлах олидеи послан посланного посланного я думаю посланного ну вот через или кем-то посланного вот этим имеется ввиду наказания которые были ну конечно послан в смысле посланного в колодец да мушлах здесь правильно перейти брошенного 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 вот этим пашхором бен Аймар вот это вот маапэхат не очень по идее в смысле за революцию за революционность по тексту что его куда-то посадили или заковали в какие-то цепи или что-то там написано было как-то да как-то сковали или куда-то посадили что это название какого-то наказания я думаю что вот мне кажется может быть я ошибаюсь но вот это вот альмаапэхат я думаю что это идея то есть брошенного за что-то я думаю что типа за буйство это название за революцию имеешь ввиду да мне кажется да хотя это не очень понятно но и понятно что речь идет о наказании которое получил пророк Ермияву за те пророчества которые он говорит ок и мгновение ну и в момент слабости или в минуту слабости он искал его но опять слово зачастую здесь служебное то есть он просит Лихборда в данном случае остановить но нормальный перевод он хочет прекратить все свои пророчества Лихбош это Невуат Азам прекратить вот эти гневные пророчества да которые что который положил Ашем который Всевышний вложил ему в уста в Иу и он кричит к небесам да ну вот есть Цоэк и есть Зоэк это похожие слова но если Цоэк это действительно кричать то Зэк это больше взывать да ну дальше есть текст из пророка Ирмияу ну мы как бы важно нам понять как бы общий смысл о чем идет речь ну хорошо нам важно хотя бы понять общий смысл потому что всегда пророки это сложные тексты но хотя бы понять общий смысл о чем идет сейчас я у меня открыт могу прочитать если надо ну мы более-менее да Пититани Ашем в Афате Хазактани Ветукаль да Питатани это что типа соблазнил это вот это что да это по смыслу переводят они уговорил ты меня Господи и я дал себя уговорить ну вообще смысл да смысл что типа ты меня искушал Питатани а слово Питуй да я искусился получается а что такое Афате ты одолел меня и ты превозмог меня вот так вот я тухаль то есть ты меня одолел мы не будем сильно останавливаться на этом самом тексте его понять пророков всегда очень тяжело особенно тут такой текст что тут такое 7-8 20-е 7-е а уговорил ты меня Господи я дал уговорить себя вот этого слова мне непонятно откуда это вообще такое слово второе в Афате я дал себя уговорить это я не не понимаю тут придется пропустим не будем на этом останавливаться Хазак это ты меня одолел Хазак усилил усилил это да это да тухаль это тоже это от нашего слова от нашего сны поэтому не будет вот этого слова не очень понятно так интересно действительно ты не знаешь вот этот вот Аллаф это Аллаф служебный правильно потому что это он от себя говорит а сейчас скажу ну это вот пети пет 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 это этот самый глагол вот этого Лифтот это Лифтот 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 это болтать разговаривать наверное да нет не болтать это не вот этого да болтать либо искушать ублазнять то есть это я ты меня петит петит я эпат то есть а я уговорился или я уболтал наверное так ты меня уболтал и я уболтал а это просто переворачивающе как будущее время в прошедшем получается Но был я смехом целый день, и все смеялись надо мной. Да, то есть он описывает ту ужасную ситуацию, которую он оказал. То есть он говорил, передал слова Всевышнего, а на одну смеялись и издевались. Окей, дальше. Кимидей Адабер Эзак, Хамас Весот, Вашот, Экра, Двар Ашемли, Лихерпа, Лекелес, Коль Хайом. Потому что кричал я, говорил я, и, в общем, злодеяния. Я кричал, то есть я взывал, что? То есть я кричал, призывал и говорил Хамас Весот. Хамас, Хамас, это... Ну, это Хамас, мы понимаем. Хамас это Хамас, да. Хамас это то, что в Порошат Новых написано, и земля стала Хамасом. Хамас это грабеж и насилие. То есть Хамас это, ну, скажем, грабеж, а Шот это насилие. То есть это два вида агрессивных действий по отнятию чужого. Окей? Я призывал, но при этом, что написано, Кияя, Двар Ашемли. Но было слово Ашема, мне. Да. Позор и... Для позора, да? Да, поэтому стало слово Господне позором моим осмеянием на весь день. Кияя Двар Ашемлила Хирпа, Улы Келес Колайон. Ну, хорошо, опять мы не будем, как говоришь, часто, что мы не слишком понимаем с первого раза, как мы понимаем Ханан Парата, потому что это слова пророки, но идея как бы понятная. Он как бы находится в диком отчаянии, потому что он передает, пророк Эрмиял передает слова Всевышнего и убеждает народ в том, что они занимаются Хамасом и Шотом, да? А они в ответ на это над ним как бы издеваются, и он приходит в некоторое отчаяние. То есть, грубо говоря, пророчество приводит его в тупик. Он говорит как бы слова, которые передает Всевышнего, а при этом они не принимаются. И он при этом заходит в тупик. Окей? И какой из этого дальше он делает вывод? Вот это вот три строчки вот эти нам важны. Аслан? Да, да, да. Вы аз? Вы аз берега шел нафтули. Правильно. Сами считают, нафтулей. Нафтулей имет. Нафтулей имет. Митваде, признается. Митваде, Ермия, Мимамаки, Мимамакей, Навшо. Правильно. И тогда Авеас. И тогда, в тот момент, в борьбе за истину. Нет, вы помните нафтуле, откуда вообще имя? В борьбе за истину? Нафтале. Помните, когда рождались сыновья Якова? Там нафтуле. Это вот так вот. Борьбою сильную превозмогла. От этого, кстати, русское слово, я думаю, слово фитиль. А фитиль, я тебе лучше скажу. Фитиль слово не русское, а заимствован из арабского. А арабский родственник иврита, то есть это действительно просто однокоренные слова. Да, да, да. Фитиль – это что-то, что свивают, свивают. Это такие переплетения и сгибы, как угодно. Вот они переводят, как колебать. Словарь подойдет мне нафтуле, это как колебание. Да, правильно тоже. То есть это что-то, что непрямое и непрямое ясное, а что-то, что вот такое. То есть он весь, он находится в таком смятении. Нафтуле и мед. То есть вот эти колебания правды или, ну, как угодно, можете придумать что-то более красивое. Дальше Митваде признается, правильно? Признается Ирмияу мимо Макейна в глубокости. Из глубин своей души. То есть вот у него из глубины души вырывается некоторый крик, который нам показывает, что происходит в душе пророка. И это выражено вот в этих трех строчках. Может, я передам или дальше читаю? Нет проблем, можно передать, Тимофей. Да? Можешь? Могу. Давай. Я сказал, не вспомню, не вспомним мы, и не буду говорить еще от имени его. Ну да. Все правильно говоришь. Понятно, к какому выводу приходит Ирмия. Он хочет отказаться от пророчества. Он говорит, больше я не буду его упоминать. Его, в смысле всего Ирмия, и не буду больше говорить от его имени. Потому что это приводит меня в тупик. Я-то говорю слова как бы правды и истины, а надо мной смеются и издеваются. К чему тогда и говорить? Вот это его как бы тупит. Дальше. И будет в сердце моем, как огонь горящий. Это то, что в заглавии было, да. Ну да. Ну сейчас мы... Смысл понятия, ну да. Ты правильно переводил. Аяб или Вики, Эш, Буэр. Да? И... Это прошедшее время все-таки. Я думаю, что это нормальное прошедшее. То есть он с одной стороны хочет отказаться, а с другой стороны не может. Вот в этом вся дилемма. И он описывает, что с одной стороны он хочет отказаться по причине, которую мы уже сказали. Потому что над ним смеются и издеваются. А с другой стороны он не может отказаться. Почему? Ваяб или Вики, Эш, Буэр. Почему? Потому что это вот пророчество, оно горело у меня в сердце. К Эш, Буэр. Как огонь, пламенеющий или как угодно. Да? А Цур? Сдержанный, задержанный. Ну, сдержанный, в смысле схваченный. То, что не может быть, не может его оставить. У него кости горят и сердце горит. Да? Дальше. Ну да. Схваченный в моих костях. Вэ ниль эти кальхэль вэлё ухаль. Да, и по-русски написано... Да, но написано так. Вот ниль эти по-русски написано... Сейчас секунду, чтобы у меня в глазах было. Извелся. Извелся я, сдерживая его, и не мог более. Но нам вот это вот важно. Вот этот вот конец нам важен. Приводит Ханан Парад для... 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 Для Моше. То есть... Вэ ниль эти кальхэль вэлло ухаль. Да? И извелся. И тем не менее... Не смогу. Вэлло ухаль. Извелся я, сдерживая его, и не мог более. Ну, вот этот огонь, который от огонь, он хотел его удержать, он его не мог удержать. Как бы это превыше... Вэлло ухаль. Вот это вот, вот это вот, вот это вот, это очень похоже про то, что про снэ. Правильно? Там тоже написано было ухаль. И здесь тот же... Окей? То есть, ну, парафраза, как мы видим, она такая, что что-то пытается сделать, это не получается и не кончается. Вот в этом проблема. Не может сдержать пророчество, она рвется из него. Вот это вот основная идея. Теперь посмотрим, каким образом Ханан-Парад связывает это, вот то, что говорит пророк Ирмияу, с тем видением, которое говорит Моше. Окей? Да. Так. Ирмияу не может сдержать свое пророчество, вот, чтобы не захотеть его... Ирмияу, потому что, потому что, потому что он... Не хочет... Он не хочет его сдерживать. Да, он не хочет его сдерживать, да. Эли мифнейше и ноя холь. А, нет, слегка, слегка. Он, да-да-да, он не может... Ирмияу и нену кувешить на волото, он не может, как бы, кувеш, в смысле, схватить, в смысле прекратить. Он не может прекратить не потому, что не хочет, а потому, что не может. Да, правильно. Вот здесь отсутствует, я не знаю, по-моему, я бы написал слово ло. Ло бипнейше и ноя холь. Вот, по-моему, здесь отсутствует слово ло. Наверное, да, ло, роти. Не потому что не хочет. Не потому что не хочет. Да, такой вещь. Вот это вот ло холь. Да. Дальше. Ки? Да. Ки два, расшем, белибо. Каэш. Буэрит. Асура. Братс мутав. Война. Мерапе. Марпа. Марпа. Война Марпа. Окей. Так, потому что слово Божье в сердце его, как горящий огонь. Правильно. Сдерживаемый в его костях. Ну, Ацура, в смысле, заключенная. Можно пару слов придумать. В смысле Ацура, заключенная в костях. Да, заключенная в костях. И она, как бы, не оставляет в покое, что не оставляет. Ну, да. Марпе. Аэропорт. Это ослаблять, в данном случае. Да, и ослаблять. Но она, в данном случае, и на Марпа, в случае, она его не ослабляет. Не оставляет. Ты правильно сказала. Можно сказать, и не оставляет. В смысле, что не ослабевает. То есть, горит постоянно таким огнем. Он с этим ничего не может сделать. Окей. Им. Им. Нет, это фед. Ихье. Ихье. Им. Ихье. В им. Иткахеш. Да. Гозер. Ву. Аль. Ацму. Келья. Да, правильно. Так, если ответить ему, будет. Я думаю, что если он ответит ей, то в смысле, что... Пророчество. Пророчество, наверное, свое. Да, и она, это же она. Значит, если он, как бы, на него ответит, то... Ихье. То есть, будет жить. Ну, да. То есть, если он ответит ей, то есть, и он будет продолжать пророчествовать. То он останется в живых. В им. Иткахеш. Иткахеш. Это в смысле, что он... Отказаться. Он будет отрицать ее дословно. Да, ахеш – это отрицать. Иткахеш – это, как бы, отстрагироваться от нее, да, отрицать ее. У меня написано, что это Иткахеш – отказаться в словаре. Отказаться, правильно, да. Ну, хотя... Отказаться. Окей. Отрежет он... Нет. Гозер уаль ацма. Да. Всего на случай приказания. То есть, он на себя насылает, или он на себя приказывает, да, или выносит в себе приговор какой? Келья. Келья – это окончательно, это погибель. Грубо говоря, грубо говоря, при всем том, он не может отказываться от поройчества. Потому что если он останется с поройчеством, то он выживет. А если он откажется от него, да, то то нам погибнет. Окей? Вот такая сложность. Да. Тхуша амука, зо, ба, ле, дэй, битуй, бамелим, утмот, в нир-ати, каль-халь, в лё, ухаля. Последние слова этой цитаты, правильно? Значит, тхуша амука – глубокое ощущение. Это исходит из убеждения или смысла слов. Нет, битуй – это выражение. Нет, тхуша амука, зо, ба, ле, дэй, битуй, бамелим, а, хотмот. Вот это глубокое чувство, которое одолевает корок Ирмиял. Ба, ле, дэй, битуй – это выражается. То есть дословно пришла в виде выражения. Или просто выражай. Выражается в чём? Бамелим, а, хотмот. В запечатанных? Нет, нет, в словах, которые запечатывают. В смысле, которые припечатывают всё его. То есть, грубо говоря, в итоговых словах. В резюме, в том, что он говорит. Да? Да, то, что мы читали. Вот это «извёлся я, сдерживая его, и не мог более». И не смог. Да, 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 да. Так. Ну, халь, лизболь, этэш, а нева, абоят. О, это то, что Рашин говорит. Не смог сдержать огонь горящий пророчества. Огонь пророчества горящий. Галлоуха. Не смогу, не смогу стерпеть, по-видимому, стерпеть, выносить. Вынести, да. Севель – это страдание. Севель – это страдание. Савланут. Да. Ну, и савланут тоже от этого слова. И страдание, да. Огонь горящий, горящий огонь. Огонь, горящий огонь пророчества. Вот так, правильно? Да? Убэлашон. Ну, а дальше говорит, как бы это... Да, убэлашон ямэйну. Ну, халь, леохиль, вот там. Ну, да, это очень... В последние наши дни. Не смогу. Смотрите, вот это вот слово, слово, оно... Надо подумать, как по-русски перевести это красиво. Ну, в общем, идея такая. Леохиль, да, это от слова кли. Леохиль, что как в Ветвиле, это вмещать. То есть, в современном мире это действительно очень распространенное слово. Особенно-особенно. Это как бы больше в политическом, скажем. Когда говорят, например, вся политика Израиля по отношению к Хамасу последние годы, она, к сожалению, заключала то, что и привело к трагической ситуации, которая происходит сейчас. И то, что Израиль все время не ста, пыталась, что? Леохиль. Леохиль – пулот Хамас. То есть, пыталась все время вместить в себя, в смысле, не отреагировать. Да? Вот здесь вот то же самое. Леохиль – это вмещать в себя. Это означает, что человек терпит, терпит и не делает, как бы, не делает ответной реакции. Поэтому, говорит, ну, просто его аудитории, которая, как бы, иврит-язычная, для нее это более понятно. Окей? Так, мы до конца параграфы-то читаем. Да? Нет проблем. Это секрет Гавахи, глагического постановления в разделе Сандрин, который устанавливает. Правильно. Сдерживающий, в данном случае, по-русски, это, как бы, останавливающий, прекращающий. Да. Умирает по решению небес. Правильно. От рук небес. Да, метатрубия – это и шамай. Правильно. Дальше. Леонеш хитсуни гузе. Айрет кэвихоль кэш мишамаю. Да. Так. Переведу. Леонеш… Оныш – это что такое? Наказание. Леонеш хитсуни гузе. То есть это не хитсуни – это внешнее, да? То есть это не внешнее наказание. Он не наказывается внешне. Он не приходит, кто-то его убивает. Это наказание, но происходит, как бы, изнутри. Правильно. Потому что оно не и дэй шамай, да? Да. Значит, спуткается, как огонь с небес. Нет. Вот оно не как огонь, спускающийся с небес. Это не… В данном случае метатоба и дэй шамай. Что значит «бэй дэй шамай»? Это означает что-то невидное глазу наказание. А это что-то, что-то, что происходит… А, я понял. Да. Но человек внезапно, не дай бог, умирает. Или раньше времени. Люди не понимают, почему это происходит. Вот это вот как бы метатоба и дэй шамай. Поэтому он говорит, что это не вот такое внешнее действие, как огонь, который спускается с неба, эла. Мы говорим, что эла это всегда отрицает все предыдущее. То есть не огонь, спускающийся с неба, а… То есть не спускающийся с неба огонь. Эла, леват, лават. Вот, по-моему, здесь пропустили. Я бы осмелился сказать, что здесь пропущено эй. По идее, на мой взгляд, должно быть леват эш. То есть пламя огня. Иначе непонятно, что такое леват эш. Дочка огня, как такого выражения. Дочь огня. Лават, лават – это слово лава. Это тоже пламя какое-то. Ну, может быть, лават эш. Может быть, имеется в виду лава. Может быть. Очень может быть. То есть похоже, что здесь по простому смыслу пропущено эй. И должно быть лават, то есть пламя огня. Но очень может быть, что здесь действительно имеется в виду лава. А может, это смехут. Лават эш может быть очень… Смехут, да, смехут. Да, наверное, это лава огня. Лава огня. Там эй должно быть. Лава, да. Ну, лава, лава. Лава – это пламя. — Слушайте, тут в словаре написано, что лаба — это пламя. — Ну да, окей, Сантергамой. Очень может быть, что это лаба, а очень может быть, что это еще есть, бывает, огонь, в смысле пламя, который без лея. Я не встречал, но, может быть, такое есть. Но неважно, короче, смысл такой, что это огонь, который что? — Горящий. — Ну да, горящий, поменяющий, горящий, ну да, что-то типа. Есть Йокэдет, а есть Бойерет, правильно? Бойерет тоже как бы горящий. Но, на мой взгляд, разница Бойерет — это как бы, ну как костер, который горит и сгорает. А вот Йокэдет — это, например, не знаю, вечный огонь, который как бы, ну тоже слово горит, но как-то по-другому, да? Йокэдет бэлэф нави, да? — Ну все это пророка, и если сдерживать его, то погубишь. — Софа, я думаю, это имеет отношение к Эш. То есть если он попытается, ну нет слова «попытается», если он его прекратится, если прекратится вот так вот, когда Софа, ее конец или в конце она, что сделает? Сожжет его изнутри. Сожжет его изнутри. Сожжет его изнутри. То есть, ну вот мы уже понимаем более-менее, да, почему эта речь идет к Муше. Сейчас мы поймем, поймем. Я не хочу рассказывать это, но как бы уже прорисовывается картина, почему Муше, Муше. Ему был как бы показан, вот типа образ как бы Ирмияу. Что Муше-то отказывается, правильно? Он же будет потом отказываться. Да вот к этому идет. Это я сейчас намекаю, да? Сейчас будет видно, что отказаться-то невозможно от этой миссии. Окей? Очень интересное толкование. Ну хорошо, кто... Женя не читает, правильно я понимаю? Женя просил быть слушателем. Да, я этот воздержусь, наверное, сначала начну, когда у нас следующая глава. Нет проблем, нет проблем. Нет проблем, мы очень рады, что с нами. Окей, Ань, хорошо, да, ты правильно? Да. Да. Так, сфат акулот вэсфат аммарот. Правильно. Значит, как бы язык, язык голоса или голосов. Язык речения, то есть... Язык речения, язык образов или изображений. Правильно. То есть образы – это то, что человек видит визуально глазами. А есть еще мессер, месседж, который он получает ушами. И это вот два способа передачи информации, скажем так. Человек могут напрямую говорить. А с другой стороны, можно ничего не говорить, а просто показывать. Есть такое, есть такое. Это сказано. И Всевышний обратился. То это вот, ну вот, в рамках вот этого описания, это сфат акулот. А когда муж и видит, то это сфат акулот. Но это все для чего? Что это какой-то язык, в смысле, что это способ коммуникации, скажем так. Окей. Правильно. В то время, как я прочитал эти слова Эрмиягу, просветившие меня, ЛЭП, это неожиданно, в неожиданном каким-то таким, каким-то ценным светом или дорогим светом. Неожиданно, в общем, образ куста Асне, Абуэр Баэш. Ну, как сказать. Видимо, в то время, когда он прочитал. Ну, просветилась эта картина, в смысле, что он просветился. Он понял, он понял картину горящего этого. Я понял, я в это время и понял образ этого самого горящего. Ну, да, это то, что называется хидуш. То есть, в данном случае, когда аппарат, он говорит хидуш. Он говорит, что вот я у меня, вот хидуш. У меня совершенно новое объяснение вот этому эпизоду. Окей. Дальше. Вот это опять, кстати, выражение. Ну, опять, да. Ну, огонь, сказать, да. Пламя, огня. И вот этот вот огонь пророчества. И вот этот огонь, это огонь пророчества, горящий внутри у него. У него в смысле муше. Муше рабе, ну, естественно. Ну, да. И не оставляет, не ослабевает его. Ну, да, и не оставляющее, я бы сказал. Не оставляет его, но и пророчество. Даже если он просит, как это, лейталем, как это, проигнорировать или оставлять. Проигнорировать, да. Ну, проигнорировать, да. Да, да. Остраницы от него, проигнорировать, да. Да. Это вот, это точно как-то как бы похоже на то, что происходило с Ирмиял. Окей? И до того еще, как обратился Всевышний Лемуше. И теперь иди, я посылаю тебя к Фрак-Паро. Да, то есть это еще до этого. Еще до этого. Я посылал ему, теперь иди, значит, к фараону. Нет, только вот это вот, переведи, переведи вот это вот уже, это важно. Что? Алькен от Кодомны, два Рошемны. До того, как было слово. Еще до того, как обратился Всевышний Лемуше, говорят. Вот этими словами теперь я посылаю тебя к фараону. Да. Да. Медкадим, наверное, Медкадим. Макдим. 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 То есть сначала, перед тем, как обратиться к Маше словами, Всевышний показал, обратился к Маше языком вот этого образа. Да, то есть язык образов предшествует. Предшествовал языку Лесфата Кулот. Правильно. В Элем Коль. В Элем Коль. Обратился к Маше как бы молчаливым. Молчаливо, правильно. Илем, Илем. Это немой. Немота, да. Да, да, да. Так, значит так. Муше Маше. Ре. Ре, да. Реет асне. Або эр баэ шва и нэнухай. Да. Муше смотри на куст, горящий огнем и не сгорающий. Да. Алло, ты хир. Такир, да. Такир басне. Эт дмутэйха. Дмутха. Дмутха. Шелха. Шелха, да. Разве не узнаешь ты в кусте образ себя самого получаешь? Ну или алло, такир, как бы познакомься дословно. Или познай, или увидь. Вот в этом-то, вот в этом смысле, да, там и есть ты. Алло, это же как бы, ну, вопрос такой, как бы, разве ты не там, не узнаешь ты? Да. Разве ты не знаком? Да. Вот так, как это получается. Уэлла лавата эш, это эш анэвуа, абуэрет бэ лебэха. Бэ лебха, да. И разве не узнаешь ты вот образ себя самого в этом кусте, а в этом огне, огонь пророчества, горящий в твоем сердце. Замечательно. Так, 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 еще почитайте. Ну, прочитаю эту фразу, да. Вэгам им катон, 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 наверное. Катон, да. Вэйнеха, вэроэ, это цмэха, кэсне, алуф, кицуни, лэ лотоэр, вэ гадаре. Гадар, да. Значит так, и даже если, ну, мал ты, мал ты, уничтожен ты в своих глазах. Правильно. Посмотри на себя и смотришь на себя. Ну, да. Вот ты видишь себя, ты представляешь себя, да. Вот этот вот алуф вэ куцени, как какой-то жалкий, жалкий колючий куст, который не имеет ни вида, ни великой красоты. Ну, правильно, да, ни вида, ни благополепия. Да. Да, да, да. Да лэха ки еш ане вэа шэ ницта, ницате, ницта, да. Ницта. бэха тискуф коматэха в этих тихтом шлихутэха бэхотэм нецах знаешь же, что огонь пророчества тоже как-то горит, по-моему нецот нецот, нецот которая зажглась в тебе я знаю, что нецот это искра ну, которая зажглась вот тебе тисков коматэха распрямит твой позвоночник ну, это на самом деле это тоже типо выражения тисков сделает тебя величественным у кого-то у нас аж саварслан, на микрофон он выключил тисков дословно тисков это выпрямлять как в утренних благословиях сказано то есть распрямляем да, но это иметь ввиду, что эти слова пророчества они тебя укрепят и поставят тебя прямо так не поставить тебя прямо а в смысле выплать тебя в полный рост ты станешь величественным ну, что-то типа этого да, в этахтом в этахтом это шлихутэха бэхатом несах и как это запечатывают что ли вот так в техтом не знаю хатэм хатэм от печати а в этахтом это вот этот эш или не вуа ну, надо сказать все не вуа да, нет не вуа не вуа причитное посланничество в послание вечное печати вечности печати вечности да, замечательно так, теперь у нас вопрос а можно вопрос? да, конечно смотрите здесь получается насколько я понимаю прообраз куста это это прообраз муше самого в пустыне он вот сейчас в пустыне находится да, и соответственно вот и такой же как этот куст огонь, который горит на кусте то же самое что огонь, который горит в него сердце и разрывается о боли по египетскому рабству да единственное что не могу понять вот последние слова которые здесь были записаны что выпрямит тебя да и и так далее для чего это нужно вот не совсем понимаю он предлагает Рафхана предлагает другое понимание потому что есть как бы фактаж какой фактаж пришел муше видит некоторое странное явление он видит куст терновник колючий он горит и не сгорает все вот в этом проблема зачем нужно было показывать муше а потом еще появляется голос который связан с его посланием правильно и как бы есть до этого нам приводили классические комментарии которые по-разному описывали что такое может быть это кустарник один из них например кустарник это Египет окей и огонь который в нем горит это как бы то что то чем он будет подчинять страдания как бы евреям окей на это были всякие проблемы они описывались раньше другой был вариант что это куст это народ Израиля горит и не сгорает тоже такое было но на каждой из них были как бы можно было сказать привести возражения которые приводили к мысли о том что приведенный это не совсем пшат то что Ханан Баран говорит это тоже не совсем пшат на мой взгляд но он предлагает совсем другое объяснение о том что этот горящий куст на самом деле это мушет и он как бы вглядываясь вперед мы знаем что сейчас ему что-то показывается и через этот горящий куст Всевышний ему хочет что-то такое сообщить а потом ему то же самое будет сказано голосом и мы знаем что когда будет сказано мушет там как бы основная идея будет в том что Всевышний будет его посылать а мушет будет отказываться и по-видимому тогда мы можем разыграть такую как бы сцену или представить себе что мушет до того как ему его посылать ему был показан образ кустарника который говорит о том и вот вся эта идея с Эльмияло то есть идея о том что ну вот дилемма пророка которого в костях в душе горит этот огонь пророчества и который не может от него отказаться у него нету как бы выхода он должен говорить и более того только тогда это условие что он остается он остается как бы в живых ну и кроме того то что куст горит и не сгорает означает что говорится мушет ты не бойся даже если ты себе представляешься сейчас кустарником вот таким жалким кустарником все проще ты смотри даже этот жалкий кустарник я тебе показываю что он горит и не сгорает точно так же точно так же как и ты будешь гореть ну и пламенем возвеличишься в этом пламени ну и более того как кустарник не сгорит и не кончится не кончается так и ты тоже не кончишься вот я так понимаю то что то что хочет сказать канан парад окей хорошо да да вроде так окей Аслан да по-моему сейчас Аслан Аслан да и еще говорит как как может ну как будто кивьяхоль это все как будто как будто как будто бы ну господин всего мира к Моше да правильно Моше Моше Яду 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 Яда Ямим Рабим это Лав Тих Акмусин Акмусин да вот это вот это перевести я думаю что смысл здесь Яду Яда Ямим Рабим думаю что немножко странно что-то написано как бы от третьего лица Яда в смысле он будет знать а с другой стороны Эда мне кажется что тут смысл такой ну тут усиление просто знай узнай же знай же я тоже думаю что ты знаешь повторение слов это как усиление повторение много дней что-то с микрофоном странно что-то там чуток фонит было нормально раньше ну я сейчас микрофон убрал отлично да вот слово Леватеха Леватиха я даже думаю это Лейтлабет Лейтлабет это сомневаться сомневаться потому что вот здесь вот дальше мы идем после слова Хошеш Хошеш это опасаться Лейтлабет это когда человек колеблется для него есть эти Кмусин в смысле что они Всевышний говорит что я вижу твои вот эти вот сомнения да которые в тебе скрыты но это опять же это заглядывая вперед Всевышний знает что Муше будет отказываться он как будто ему показывает и говорит ты зря отказываешься да дальше Хошеш Хошеш отлично слышно от Анитбат то есть выливающийся из тебя вот сейчас очень интересная идея будет показывать совсем с другой стороны чего Муше на самом деле опасался это сейчас другой подход он опасался может быть не как Ирмияу или не столько как Ирмияу который боится просто как бы физически быть уничтоженным от этого пророчества а тут как бы другая идея давайте переведем как это перевести как это перевести Хошеш это опасаться опасаешься опасаешься это что может быть что может быть в послании а Нитбат Мимхан ну в смысле а Нитбат это требуемое то есть вот это вот твое посланничество которому которое требуется от тебя да что оно сделает Тасито Тха что такое Лаосит оттолкнет 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 как угодно будет препятствовать как угодно Лаосит да Лаосит это уводить с прямого направления кстати как на иврике будет слово провокация например асата это кстати от этого же слова и трактат Талмуда соте соте это человек который как бы с этого как колено как это заблуждается ну искривленный как угодно женщина это какая-то заблуждающаяся женщина да то есть соте это человек который устраняется от прямого пути да окей так вот если ты опасаешься что вот это вот твое посланничество которое требуется от тебя оно уведет тебя скажем так от чего от твоего пути восхождения к горе Божьей курва то есть как бы идея такая я считаю что Моше вот эти 40 лет пока он там ходил по-моему 40 лет это же 60 лет даже говорили он 60 лет 20 лет он убежал из Египта и в 60 лет он встретил Аснея если я не ошибаюсь нет 80 лет ему было пророчество да 80 то есть 60 лет он да лет 40 он там 60 лет он ходил по пустыне и там идея была о том что он как бы ходил ходил но он все время шел как бы возвышался он был в одиночестве он занимался медитацией приближался к Богу и он все время поднимался куда Элиара Элогим Хурва то есть он все время поднимался ну грубо говоря для того чтобы ну вот Синайское откровение а вдруг ему представлять все другое его посылают с какой-то земной миссией да пойти кого-то чего-то выводить сражаться с фараоном и все он все равно не так представлял свой как бы духовный путь вот эта вот идея которую нам сейчас Ханан Парад говорит дальше Савур 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 ну это как Савураин то есть ты ты считаешь ты предполагаешь что ты предполагаешь Ше Инха Инха это ты да что ты какой кавет пэвэ кавет лошон а ты ну тяжелостами и тяжелые partes язычные по-русски по-моему это говорят правильно тяжелые устами и тяжелые языком по-русски так не сказать но это что-то типа косноязычный то есть мужик считает что он косноязычный чем сейчас будет объяснять, что это не просто даже дефект речи, а что он не способен с ними вообще разговаривать. Он считает, что он предназначен для другого функции. Он отшельник, который поднимается в духовном росте. А его посылают служить в армии и быть спецназом. Вводить евреев. А он не хочет быть спецназом. Хочет сидеть в Вишеве и учиться. Окей. Но это я образно сказал. Ну, как бы, такая идея. Тут и стоит в кавычках, что ты косноязычный, чего? Ну, выносить этот народ дословно. Я не очень понимаю вот это вот слово рейшбейт. Множество, множество, может. Должно быть ей тогда. Реба, Реба. Реба четверть. Ну, что это четверть? Ну, Беорхо в смысле, да. Вдоль и поперек, я бы сказал. А, вот так, все понятно. То есть, ну да, по длину и в длину и в ширину, получается. То есть, ты слаб-слаб, или ты не способен того, чтобы выносить весь этот народ, грубо говоря. Просто так образно рассказывать дальше. Да, вдоль и поперек. Ну, вдоль и поперек, да. Вя и сук. Вя и сук бицрихи. Цархей Цибур. Цархей Цибур. Да. Яви отха ле ле михи. Ну, это какое-то выражение. Это, да. Это сейчас будет цитата из Сан-Эдена. Да. Дактенот. Ле мухин дактанот. Дактанот. Я какое-то слово не знаю. Айсук. Исук – это занятие. Занятие чем? Цархей Цибур. Занятие… Нужда своей. Это такое выражение. Цархей Цибур – нужда общества. Правильно. Заниматься народными нуждами. То есть, заниматься то, что сейчас народу надо. Ты-то занимаешься как бы духовным восхождением все время или совершенством, да? А тебя бросают все-таки другое дело. Заниматься нужными народами. Мы знаем дальше, да? Воду им давать, ману просить, перепелов давать, с фанаонами сражаться. Это Цархей Цибур. В таком общем понимании, чем занимался. Что не заради себя. Он там, видимо, уитро все нормально жил, по пустыне ходил, духовно возвышался, если так можно сказать. Ну, что нормально было. А его посылают что-то на другое дело. Которое называется Цархей Цибур. Это приведет тебя я думаю, что выражение это будет видно в закончании этой фразы. Мухин дэктанот. В смысле, что люди, которые кончаются от того, что они занимаются каждодневной мелочными заботами. Окей? То есть, вот эти вот разрывания на части, по-видимому, это тоже, в этом есть, как бы мы слышим отзвук того, когда Муше говорит Всевышнему, я не могу больше вынести этот народ. Не могу больше его вынести. Причем-то же они все время что-то требуют. Вот это вот, наверное, мухин дэктанот, это значит, что это... Мухин, мухин, от слова Лимско. Мухин это мозг. Что-что? Мухин это мозг. Это, в общем, словарь дает, что мухин дэктанот, это скудаумие, то есть малые мозги. Мухин мозг, октан, ну, котан маленький, значит. Малые мозги. Может быть, да. Может быть, да. Мне кажется, мухин от слова «пингхот» протестовать. Может быть, да. А, мухин к стране, это слово «мох». Мухин – это мозг. Да-да, мухин, это, как всегда, в арамейском, это, скорее всего, мем, здесь стоит мем Софи, мухим от слова «мох». Наверное, действительно, маленькие... Маленькие мозги. Маленькие мозги, в смысле, что человека... Ну, это мать должно быть, а не... Человека занятого высокими, там, высшими мирами, да, его опускают заниматься какими-то вот этим... Сархей Цербур, то есть какой-то вот такой прагматикой материальности. И это его убивает, да. Бахинат. Бахинат. Аталь, алейхен. Атель. Атель, это как цивой приказ, отель. Аталь, алейхен. Сархей Цербур, вехен, келин, меалейхен. Да-да-да-да. Это выражение из Санека, но мы, как бы, понимаем смысл этой фразы. Атель, алейхен, сархей Цербур. Возложи на них вот эти... Заботы... Да, общественные заботы. Возложи на них заниматься общественной заботой. Вен, калин, меалейхен. И они от них кончатся. Это то, чего боялся Муше. Что если на него возложат вот, как бы, эти вот занятия практическими делами, опять, практическими делами какими-то? Фараонов выручать, выводить, море рассекать. Ну, как бы, заниматься практическими делами. Это все это... Ханапарат назывался Ахей Цербур. Он от них просто кончится. И все, он нет. Он не создан для этого. Да? Да. Вехен Моше... Ну, вехен Моше... Ну, тем не менее, Моше... Или там... Это как бы отрицает то, что... Как будто думает Моше. А он говорит, нет. Увхен Моше. Смотри Моше. И там, тем не менее, Моше. Знай Моше. Вот что-то такое. Даут Баятха. Ну, Баятха на звучит лица в твоей руке. А на звучит, что ты ошибаешься. Дословно, ошибка в твоей руке. Ну, перевод по-русски это ты ошибаешься. Это не так. Адам шекмотех. Адам шекмотха. Шекмотха. Шешлихут. Генозе. Геноза. Геноза. Вешмо. Да. Адам шекмотха. Мишахар. Мишахар. Ютутон. Может, переведем. Конечно, чтобы не забыть смысл. Адам шекмотха. Шешлихут. Геноза. Бешмо. От. Мишахар. Ютутон. Адам шекмотха. Человек похожий на тебя, что ли? Человек, как ты. То есть, такой, как ты. Который что? Который посланный. Нет. Послание. Какой человек? Человек, у которого его послание. Ну, тут нет слова его. Его послание. Геноза. Бешмо. Геноза. Геноза. Геноза, слышно, выражено в его имени. Помните, там в самом начале статьи, или в предыдущей статье было. Почему назван Муше? Потому что, если вытащенный, должен быть не Мша. Или Муша. Страдательный залог. А она его назвала Муше. Что такое Муше? Муше, который вытаскивает других. То есть, Муше изначально, Медражбису в самом начале, она как бы пророческим этим каким-то этим, как неважно как. Дочь фараона его назвала, видя в нем, или там предчувствие, что он будет тот, который будет вытаскивать других. Поэтому здесь как бы Муше, который говорит, не, не, я не хочу всем этим заниматься. Ему говорят, Муше, это не так. Ты ошибаешься. Такой человек, как ты, у которого пророчество как бы запечатано в его имени. Геноз, в смысле, сокровенно скрыто. От этого слова Гениза. От Мишахар Йолдуто. От зари его рождения. Ну да, от зари самого рождения. То есть, у тебя в самом рождении уже в твоем имени было заложено то, что ты спасатель-спасатель других. О чем ты говоришь вообще? Да, дальше. Уфокедет. Уфокедет, Аллаф. Лимшот. Эд. Эд, Амо. Да, ну вот это вот кусочек. Куда-то Аллаф, Лимшот, Амо. И он будет считать себя как вытаскивающий народ. Куда это приказ? И приказано ему, Лимшот, Амо. Приказано ему вытащить народ его. Правильно, вытаскивать или вытащить народ, да? Ло. Ло Яхле. Ло Яхле. Вот тут точка стоит, да? Ло Яхле. Бе-эш шлихот Эла. Адараба. Адараба это наоборот. Адараба. Ага. Мекохе. Мекоха. Мекоха. Мекоха Яхле. Вело Юхаль. Правильно. Вот это опять перекличка как бы с паровком Ирмиав. Ло Ихла. Ло Ихла. Баэш шлиху. Не кончишься в огне. Правильно. Не кончишься в огне этого послания. Да? Ну, это вот перекличка с Ирмиаву, с горящим кустом, да? Эла Адараба. А наоборот. Наоборот. Мекоха. Мекоха Ихле. От силы Ио. От силы будет. Ио, в данном случае, Ио это либо послание, либо Эш. Наверное, я думаю, что от силы этого послания, да? Или Мекоха, это из-за этого послания ты будешь жить. То есть ты выживешь из-за этого послания. Вело. И не кончишься. И не кончишься. Правильно. Окей. И последние две фразы. Кихамоха кэсне зэ, чашлихут охэзет, бо бельват эш. Да. Кихамоха кэсне. Потому что как ты куст. Ты как? Потому что ты как? Ты как куст этот. Да. Ты как вот этот терновник. Как этот терновник, да? Шашлихут охэзет, бо бельват эш. Охваченный огнем охваченный. Ну да. Охваченный шашлихут охэзет, бо бельват эш. Это как бы куст, который охвачен этим посланием. То есть огонь это послание, да? Огонь, который охвачен посланием, в сердце, ну вот этим огнем, да? Ну и это то, что написано. То, с чего мы как бы и разбираем. Вейне. Вейне асне бээр баэш. Вейне асне бэээш. Ухаль. Да? Вейне на ухаль, да? И вот куст горит и не сгорает. И куст не может его... И не сжирается. Не сжирается, да. Не сжирается. Окей. Как бы общая схема понятна, правильно? Такой очень красивый как бы драж. Хорошо? Тимофей, можешь читать дальше? Мы продолжаем. Новая тема. Ну, кусочек остался, на самом деле, в этом параде. Маленький абзац остался. Окей. Да, вот конец уже. Это последний абзац в этой статье. Эштамид. Огонь всегда. Да. То, что верно по отношению к Маше, в частности, верно по отношению ко всему народу. Замечательно. Я думаю, она здесь это ума. Она это ума. Народ. Ну, я думаю, что да. Да, народ, народ, ага. И даже если имя, да, представляется. Да, представляется. Лейтим, это что, времена? Временами, да. Да, или. Временами. В дни шифлута. Шифлута. От слова шефер. Слабость, унижение. Ну, слабость, да. Падение. Слабость. Слабость. Если на иврите ума это женского рода, по-русски, ну, как бы. А, ну, нация, можете сказать, тоже будет женского рода. Ласнет дальвайки цони. Уподобляется. Да, кусту дали-то какой? Слабый. Слабый и колючий. Правильно. Белиба, пенима, да. Боэрит эш. Да. Аш-ли-кхут. Да. Апокедет. Алея. Лезков. 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 Эт. Комта. Комта, да. Моэль. 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 Афьерма. Моэль. А-ше. Шабут. Шабут. А-ше. Рыберем. Да, ведем в сердце. Даже если она нация. Давайте нация, тогда будет как бы по-женски род. Даже если нация временами представляется... Как слабый и колючий куст. Ну, как слабый и колючий куст, да. Бэймэй шифл это во время или вне своего... Ну, не низости в смысле низости нравственной, а в смысле падения или как угодно, да. Социального статуса. Ну, я думаю, что имеется в виду про как бы пророх. В смысле имеется в виду, что положение тяжелое. Ну, типа как сейчас, скажем, да. Окей. Бэлиба пнима. Значит, в сердце ее нации внутреннем. Ну, Бэлиба пнима, это имеется в виду пнима. То есть у нее внутри сердце, да. Да. Горит огонь. Правильно. Погланничество. Нашли ход. Правильно. Служащий. Апоке де талле. Нет. Апоке де талле. Которая приказывающая ей. Ну, возложено ее там. Можно так сказать. Я думаю, поке это слово куда. Приказывающая ей. Повеленный или заповедованный. Повелевающая ей, да. Повелевающая, да. Показывающая ей. Выпрямится. Искоф это кому-то. Выпрямится в полный рост. Скажем так. Вот от этого слова, от слова Милхемет Кумамиют. Милхемет Ацмаут иногда называется Милхемет Кумамиют. Да. Кумамиют это значит от слова встать в полный рост. Правильно. То есть выпрямится в полный рост. А не Оля Ширах. От Германа Арабста. Правильно. Правильно. Лашув леарца, ле маккур хая, леяр, меяр, меяр, меяр. 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 Да, наверное, действительно, меяр бейта. Да, наверное, меяр бейта. То есть, выпрямиться в полный рост от ерма рабства, да? Окей, и что дальше? Вернуться в землю. Да, вернуться в землю. То есть, имеется в виду возвращение в землю Израиля. Ле маккур хае. К источнику жизни ее нации. И зажечь. Лаир меяр бейта, я думаю, не ар бейта, а это арабай, честно говоря. Ну да, тоже так думаю. Да-да-да-да. И осветить храмой горы, скажем, да? Да. Белебат, Мештула. Пламя огня. Да, большим пламенем. Пламя большого. Осветить кому? Вселенная ее обитателя. 100%. Древель это... Ну это в молитвах там. Да, то, что по-русски говорится вселенная. Окей. Дальше. Ло. Ло Тебет. Да. Кнессат Исраэль. Кнессат Исраэль. Кнессат Исраэль. Да, кнессат Исраэль. Бейнея. Да. Багамлё тухаль ликвошь от него. Да. А юкедет ба меас в ад олам. Правильно. Значит, не будет рабство, что ли, Тебет? Не погибнет, не сгинет, не пропадет что-то. Не очень понимаю, честно говоря. А, да, не я. Пропадет. Да, не пропадет в своем. В данном случае, как бы... Счастье. Не пропала наша надежда. Какое там слово-то стоит в этом, Господи? Я думаю, не пропадет. Ло Тебет кнессат Исраэль ба не бе. С одной стороны, кнессат Исраэль не пропадет, в смысле, не погибнет. Но я думаю, что а не я здесь, это в своих бедствиях. Мне кажется, да. Вегамло тухаль ликвошь. Но с другой стороны, гамло тухаль ликвошь от него ата. Как же не сможет... Ну, подавить, как можно сказать, это нехорошее слово. Это похоже к этому. Подавить свое пророчество, которое горит в нем. В ней, ну, в ней, в смысле, кнессат Исраэль. Правильно, меаз? Да. И тогда... Нет, меаз в адулам это тоже так. Никогда, в общем. Да-да-да. Меаз в адулам это горячее... Издуманно или как угодно, или всегда, и дальше. Окей. Вейн? Да. Вейн им това. Вейн им това. Тоева. Не, не, это не тоева. Ну, желательно. Это ивач и займ, по-моему. Тоева, в смысле... То хотите вы этого или нет? Желаете. Желает она этого или не желает? Тоева это желание. Да-да-да. Тоават-басар, например, это желание мяса. Так по-русски не переводится желание мяса, а в принципе, желание пожрать, грубо говоря. Тоева это более... Кеврат-басар. 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 Окей. Да. И допичь, последняя фраза. Это говорится, что нер-тамит. Эштамит тукат аль-мизбэх ло-тихбэ. Это то, что в храме сказано. Вечный огонь, то, что по-русски переводится. Вечный огонь горит на жертвеннике и никогда не... И не гаснет. И не гаснет. И не гаснет. И не гаснет. Но это не к Снеяме, это отморожение. Это как бы... Ну, в данном случае он предлагает как прообраз к Несту Исраеву. Который горит всегда и как бы не кончается. Окей. Ну, хорошо. Наверное, мы не успеем сегодня начать. Хватит уже. Ну, хватит уже. Ну, что? Да. Все, хватит. Полтора часа уже. Спасибо большое. Очень рад был присоединиться. Да, по-моему, было очень интересно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Женя, очень здорово, что ты к нам присоединился. Будем тебя видеть в любой ипостаси. Окей? Спасибо большое. Давай, давай. Всем счастливо. Пока. Всем пока. Спасибо. Пока. Пока.